Афанасий Афанасьевич Фетт. Личность и судьба поэта. Эстетические принципы поэта. Сегодня на уроке мы проследим жизненный путь Афанасия Афанасьевича Фетта. Попытаемся разгадать загадку личности знаменитого русского поэта. Узнаем, каких взглядов на жизнь и творчество придерживался Афанасий Фетт. Великий русский поэт Афанасий Афанасьевич Фетт родился 23 ноября 1820 года в усадьбе Новоселки Мценского уезда Орловской губернии. Отцом поэта был богатый русский помещик Афанасий Неофитович Шиншин, а матерью немка Шарлотта Фетт. Романтическая история любви родителей поэта сильно повлияла на судьбу Афанасия Фетта и стала причиной многих его несчастий и душевных мук. Со своей женой Афанасий Неофитович Шиншин познакомился в Дармштадте. Молодая женщина была замужем за Иоганом Феттом и воспитывала дочь. Между русским помещиком и немкой вспыхнула страсть. Шарлотта Фетт оставила мужа, обвенчалась с Афанасием Шиншином по лютеранскому обычаю и уехала в Россию. Там она крестилась и стала Елизаветой Петровной Шиншиной. До 14 лет Афанасий Афанасьевич Шиншин жил обычной жизнью русского дворянина. Первое образование он получил дома, а в 14 лет был принят в немецкий пансион Крюммера в маленьком городе Верро в Лифляндии. Именно там юноша получил роковое письмо, в котором отец сообщал, что ныне он должен зваться не Афанасием Шиншином, а Афанасием Феттом. Дело в том, что Орловская духовная консистория не признала лютеранский брак его родителей, а их православное венчание состоялось только через два года после рождения сына. Если бы не ревизия в консистории, о бумагах 14-летней давности никто бы и не вспомнил. В одночасье мир поэта рухнул. Из русского дворянина он превратился в инородца, потерял фамилию, титул, право наследования и даже отца. Афанасий Неофитович не отрекся от сына, но многие считали и до сих пор считают настоящим отцом русского поэта, немца Иоганна Фета. Кроме того, это бросало тень на репутацию матери, которую Афанасий обожал. И юноша поклялся вернуть, утраченное любой ценой. Так начался его долгий путь к возвращению статуса и мучительный раскол в душе. После возвращения из Верро Афанасий Фетт полгода отучился в знаменитом московском пансионе Погодино. А в 1838 году он стал студентом юридического факультета Московского университета. Очень скоро поэт сменил факультет на историко-филологический, но успехами в учебе Фетт похвастаться не мог. Причину поэт честно указал в воспоминаниях. Вместо того, чтобы ревностно ходить на лекции, я почти ежедневно писал новые стихи. Первые стихи Афанасий Фетт начал писать еще в немецком пансионате, но в студенческие годы страсть к поэзии стала всепоглощающей. Свои стихи Фетт решился показать профессору Погодино, а тот отнес их Николаю Васильевичу Гоголю. Гоголь признал дарование молодого поэта. Поддерживали Фетта и его университетские друзья, поэты Яков Полонский и Аполлон Григорьев. Поэтому Фетт решился на следующий шаг. Поэтическим дебютом Фетта стал сборник «Лирический пантеон», который вышел в 1840 году. Публика элегии и баллады начинающего поэта восприняла прохладно, но критики книгу хвалили. Стихи Фетта начали публиковаться в крупнейших журналах того времени, «Москвитянине» и «Отечественных записках». Только в «Отечественных записках» за год появилось более 80 стихотворений Фетта. Казалось, что его ждет блестящая литературная карьера в столице, но Афанасий Фетт принял решение, которое потрясло всех. Закончив университет, поэт поступил на военную службу. Объяснялось это решение очень просто – только там можно было заслужить право на получение дворянского титула. Для того, чтобы попасть в элитный полк, нужны были деньги и связи, а их у Афанасия Фетта не было. Поэтому в 1845 году поэт стал унтер-офицером Кирасирского полка, который базировался в Херсонесской губернии. Служить поэту было тяжело. «Никого кругом! И толчется около меня люд, который, пророни я одно только слово, осмеял бы это слово», – жаловался Фетт в одном из писем. Офицером Фетт стал через год службы, но судьба приготовила для него удар. Вышел новый закон, согласно которому потомственное дворянство теперь давалось офицеру в чине не ниже майора. Сворачивать с выбранного пути поэт даже не собирался. Он обладал энергией и решительностью, ставил себе ясные цели и неуклонно к ним стремился, – писал об Афанасии Фете Николай Страхов. Перед стремлением вернуть утраченное положение отступила даже любовь. Во время службы в Херсонесской губернии Афанасий Фетт познакомился с дочерью отставного генерала Марии Лазич. Девушка получила прекрасное образование, великолепно играла на музыкальных инструментах и тонко ценила поэзию. Любовь Фета и Марии Лазич была взаимной, но у Фета не было ни денег, ни связей, ни положения в обществе, поэтому он не мог позволить себе брак с беспреданницей из многодетной семьи. Честно объяснившись с Марией Лазич, поэт разорвал с ней отношения. Вскоре после их разрыва девушка погибла, сгорев заживо. Ее платье загорелось от брошенной спички. Многие современники поэта, а также исследователи его творчества считали, что эта смерть была замаскированным самоубийством. Смерть Марии Лазич потрясла поэта. Воспоминания об их трагическом романе и образ погибшей возлюбленной поэт пронес через всю свою жизнь. Можно сказать, что Мария Лазич стала единственной любовью Фета. Уже спустя десятилетия после смерти Марии Лазич Афанасий Фетт написал в стихотворении «Альтер-эго» «Ты душою младенческой все поняла, что мне высказать тайная сила дала. И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить, но мы вместе с тобой. Нас нельзя разлучить». Дословный перевод с латыни название стихотворения «Альтер-эго» «Другой я». Этим термином называют реальную или выдуманную личность, которая полностью отражает характер и поступки определенного человека. Жизнь поэта изменилась в 1853 году с переводом в лейбгвардии Уланский его величество полк. Полк был расквартирован недалеко от Санкт-Петербурга, и поэт теперь мог приезжать в столицу. В Петербурге он встречался с Тургеневым, Гончаровым, Некрасовым, Панаевым, Боткиным и Львом Толстым. В этот период произошло сближение Фета с редакцией журнала «Современник». Стихотворения Фета активно печатают в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский вестник» и других. Кроме того, Фет активно занимался переводами. Он переводил с немецкого, французского, английского, польского и латыни. Доходы поэта выросли, но дворянство вновь от него ускользнуло. По новому указу для титула потомственного дворянина надо было дослужиться уже не до майора, а до полковника. Фет отказался от военной службы, но его офицерское прошлое часто становилось мишенью для язвительных насмешек. Вот, например, пародия на знаменитое безглагольное стихотворение Фета «Шепот робкое дыхание». Топот, радостное ржанье, стройный эскадрон, трель гарниста, колыханье, веющих знамен. Пик блестящих и султанов, сабли наголо, и гусаров, и уланов гордое чело. Амуниция в порядке, отблеск серебра, и марш-марш во все лопатки, и ура, ура!» Поэтический талант Афанасия Фета сочетался в нем с практичностью и деловой хваткой, и это приводило в замешательство современников поэта. В 1857 году Афанасий Фетт женился по расчету на Марии Петровне Боткиной, которая приходила с сестрой другу Фета критику Василию Петровичу Боткину. Мария Петровна не была юной красавицей, но благодаря ее ровному характеру и умению подладиться под нрав мужа, семейная жизнь Фета была вполне благополучной. К началу 60-х годов XIX века, литературная жизнь Фета изменилась. Это было связано с усилением революционно-демократических настроений в редакции Современника. Некрасов, Добролюбов и Чернышевский считали, что искусство должно служить общественным интересам. А Фета критиковали за приверженность чистому искусству. Действительно, поэт упорно избегал в творчестве злободневных тем и считал, что поэзия одной гражданственностью не исчерпывается. Например, вот еще одна пародия на стихотворение Фета. «Холод, грязное селенье, лужи и туман, крепостное разрушение, говор поселян». Позиция Фета вызывала у Дмитрия Писарева яростное негодование. Впрочем, самые честные идейные противники признавали талант Афанасия Фета. Например, Николай Чернышевский написал о Фете. «Хороший поэт, но пишет пустяки». После разрыва с Современником Фетт купил себе имение Степановка неподалеку от владения Шиншиных. Уехал в деревню и на долгие годы забыл о поэзии. Он занялся хозяйством и сумел превратить нищую полуразрушенную Степановку в процветающее имение. Фетт выкопал пруд, построил там конный завод, пасеку, птичник и мельницу, начал разводить скот, торговать зерном и разбогател. В журналах стали появляться публицистические работы русского поэта. Фетт написал цикл очерков об организации своего фермерского хозяйства. В записках о вольно-наемном труде и серии очерков, которые напечатал журнал «Русский вестник», Фетт обвинял власть в том, что она почти не защищает интересы помещиков от крестьян и наемных работников. «Передовая общественность в гневе» обрушилась на поэта. В 1873 году Фету удалось добиться права зваться Шиншиным. Император Александр II личным распоряжением восстановил его в правах и статусе, признав сыном Афанасия Неофитовича Шиншина. Поэт ревностно следил за тем, чтобы в общении и в переписке его называли Шиншиным. Но фамилию Фетт он оставил в качестве литературного псевдонима. «Я между плачущих Шиншин, и Фетт я только средь поющих». Это вызвало новую волну язвительных насмешек. Тургенев тоже не остался в стороне. «Как Фетт вы имели имя, как Шиншин вы имеете только фамилию», написал он Фету. Современники не раз говорили о двойственности Фета Шиншина. Может показаться, что имеешь дело с двумя совершенно различными людьми, хотя оба они говорят иногда на одной и той же странице. Один захватывает вечные мировые вопросы так глубоко и с такой шириной, что на человеческом языке не хватает слов, которыми можно было бы выразить поэтическую мысль, и остаются только звуки, намеки и ускользающие образы. Другой, как будто смеется над ним и знать его не хочет, толкуя об урожае, о доходах, о плугах, о конном заводе и о мировых судьях. В литературу Афанасий Фетт вернулся только к концу 70-х годов. Он выпустил сборник стихов «Вечерние огни» и книгу воспоминаний, много переводил, в том числе своего любимого философа Артура Шопенгауэра. Но среди широких масс поэзия Фетта признание не получило. Это усугубляло депрессивное настроение поэта, который всю жизнь был склонен к хандре. В ноябре 1892 года Афанасий Фетт умер в Москве от сердечного приступа после неудачной попытки самоубийства. Николай Алексеевич Некрасов оставил такие слова о творчестве Афанасия Фетта. «Смело можем сказать, что человек, понимающий поэзию и охотно открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе после Пушкина не подчерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему господин Фетт». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok